И нет никаких чеченцев, воюющих против Украины как народа, если ты об этом. Есть российские солдаты, и среди них есть солдаты чеченского происхождения, то есть чеченцы по национальности, говорящие на чеченском языке. Есть там аварцы, лесгины, даргинцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы. А есть еще украинцы, знаешь ли ты об этом? А мы, русские, за путинцев должны нести моральную ответственность, а вы нет. Ну смотрите, в чем наша с вами разница? Почему именно эта символическая ответственность, почему она на вас есть, а на нас нет? Потому что это правда, что вас, Кадыров, и его преследует за то, что вы и бороду отпустили без его, Кадыров, разрешения. Можно и так сказать. Началось все реально с бороды. В том, что ты постоянно говоришь мы, наши, мы говорим Аллаху, Акбара, вы. Кого ты имеешь в виду и как войти в этот круг людей? Когда я говорю мы, все зависит от контекста, но в основном, наверное, идет речь о народе. Я говорю про народ, про чеченцев. Как вы понимаете, представители российской власти, хоть они и выход из нашего народа, они не воспринимаются как мы. Это они. Они это враги. Мы это все те, кто противостоят этому врагу. Противостоит в данном случае народ. Но слово мы, оно может меняться от контекста, когда мы говорим о каких-то глобальных вещах, допустим, там про мусульман, то под мы будут иметься в виду мусульмане. Все зависит, в общем, от темы, которую мы обсуждаем. А как же те арабы, которые отдали жизнь за нас, Абу-Валид, Хаттаб и еще довольно много шахидов? Это же не страны, там речь шла про страны. Страны, из которых были эти арабы, добровольцы, это помилуйте всех Всевышний Аллах. Их страны никак нас не поддержали. А отдельные братья, которые приехали в качестве добровольцев, встали рядом с нами и отдали свои жизни. Это достойнейший из, из, выходцев из этих стран. Ахмада разве не отправили в космос для того, что он начал качать свои права, хотел сам контролировать нефть. Это все разговоры, опять говорю, есть какие-то факты, есть, можем мы на что-то опираться, кроме вот этих, вот этих разговоров, не можем. Соответственно, выход против, против хозяев, был ли какой-то выход против них? Нет, не был. Даже если мы там что-то увидим, какой-то спор там с какими-то представителями власти, но является ли это выход против Кремля? Конечно нет. Кадыров тоже иногда может высказаться, я говорю сейчас про младшего, может высказаться против министра финансов, типа, деньги нам, значит, бюджет урезать хотел, но это что, выход против Кремля? Конечно нет. Говорит то, что ему позволяет. Опа, какое сообщение. Ребята, если против нас, украинцев, воюют кадыровцы, а не чеченцы, то тогда и путинцы, а не русские. Это абсурд, хотите вы или нет, а за Кадырова и его войско несут ответственность все чеченцы. Дорогой Павло Луговый, ты не прав. Если мыслить твоими категориями, тогда в российской армии воевали и украинцы, и сейчас там служат украинцы. Тогда все украинцы тоже несли бы по твоей логике ответственность. Конечно нет. И ты абсолютно прав, говоря, что не русские, а путинцы. Да, действительно, все русские, просто как народ, не несут ответственности. Ты понимаешь, непосредственной вины на них нет. Если мы не будем говорить про какой-то символизм и так далее. Конечно ты должен, как здравомыслящий человек, ты должен эти вещи разделять. И нет никаких чеченцев, воюющих против Украины как народа, если ты об этом. Есть российские солдаты. И среди них есть солдаты чеченского происхождения. То есть чеченцы по национальности, говорящие на чеченском языке. Есть там аварцы, лесгины, дрогинцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы. А есть еще украинцы. Знаешь ли ты об этом? Среди них есть и украинцы. И вот те кадыровцы, которых ты приписал ко всем нам и сказал, что мы не должны нести за них ответственность. Ты знаешь, что и у тебя есть точно такие же кадыровцы. А что ДНР и ЛНР, так называемые Донбасс, Донецкая область, Луганская область. Это что, не украинцы? Вот эти сепаратисты, так называемые, это разве не граждане Украины? Ведь это противоречит официальной позиции Украины. Если ты будешь говорить такие глупые вещи, тогда получается, украинская официальная позиция не верна. Ведь они говорят, это наша территория, а это наши граждане. Это украинцы. И Россия должна оттуда уйти. Но тогда кто воюет там против Украины? Это такие же кадыровцы. Только украинского разлива, которые продались России, перешли ей на службу и воюют против вас. И если вы теперь, как народ, не несете за них ответственности, то и мы, как народ, за них не несем ответственности. За наших кадыровцев. Так, если тебя интересует чисто мое мнение, то я лично презираю этих кадыровцев, то есть предателей своего народа, я их презираю больше, чем любого российского солдата. Больше, чем даже Буданова. Буданов для меня в этой иерархии моей ненависти и презрения, кадыров стоит ниже Буданова. То есть его я презираю больше, чем Буданова. Потому что Буданов, ну это хотя бы враг. И это не предатель. Он изначально враг. А кадыров это предатель. Он более презрений. Тумсо, как вы ловко пытаетесь скинуть с себя ответственность. Значит, если воюют кадыровцы, то это не вы. Они вообще не чеченцы. А мы, русские, за путинцев должны нести моральную ответственность, а вы нет. Ну смотрите, в чем наша с вами разница? Почему именно эта символическая ответственность, почему она на вас есть, а на нас нет? Потому что мы оккупированы вами, если говорить о такой категории. Я сейчас не имею в виду лично тебя. Но если говорить о таких категориях, то мы оккупированы вами. И кадыровцы, хоть они и чеченцы по происхождению, но они сегодня стоят на службе у вас, у вашей армии, у вашей власти. Поэтому мы не можем нести за это ответственность. Вот если бы мы имели бы в этой войне хотя бы статус Беларуси, типа как независимое государство, где мы сами, пусть хоть когда-то, выбрали президента, и дальше он уже ее удерживает, узурпировал власть. То в этом случае, да, мы с вами были бы на равных позициях. И точно так же, как вы, мы тоже несли бы вот этот символизм на себе. Но в данном случае с нас как с гуся вода, как говорится. Потому что мы, вот эта кадыровская власть, она не представляет народ. Она представляет Кремль. Соответственно, Кремль несет ответственность. И вот самое важное еще, за этих кадыровцев символическую ответственность несете вы, не мы. Они ваши, они наши. Вот эти вот, хоть они и чеченцы по происхождению, но они ваши чеченцы, они ваши представители вашей власти российской, они представители вашей армии, вашей полиции. Вы, и за них тоже вы несете ответственность. Вы должны стоять с опущенными головами за действия кадыровцев. Не мы. И вы должны стоять перед нами, что очень важно. За действия кадыровцев над нами вы должны стоять с опущенными головами. Такова действительность, такова реальность. И не нужно разделять. Нет никакой разницы между якутским солдатом, бурятским солдатом и чеченским солдатом. Все они ваши солдаты, российские солдаты. И если вы за бурятского несете, бурятского солдата несете ответственность, несите также и за чеченского. Пока он у вас на службе, он ваш, не наш. Субтитры создавал DimaTorzok